Воздушные шары, цветы улыбки. Почти 7 тысяч первоклассников пошли в этом году в школы Владивостока. 90 из них будут учиться в школе номер 39. На первую в своей жизни линейку малыши выстроились с восторгом. Новых учеников приехал поздравить глава города Виталий Веркиенко. Стою, смотрю на первоклассников, а у них за спиной металлический забор и какая-то планируемая стройка. Вот я обещаю, что этой стройки не будет, то есть и вот этого лязга, и экскаваторов, и техники, чтобы не мешало вам учиться. Вот здесь должна появиться современная спортивная площадка и стадион, потому что в здоровом теле здоровый дух. Поэтому вам больших спортивных достижений желаю и больших успехов в учебе. Долгожданный первый звонок и запуск в небо воздушных шаров для первоклассников – символ новой почти взрослой жизни. Новая традиция школы – аллея первоклассников. Эта акция помогает детям стать причастными к важному делу, а также сплачивает ребят. Пришкольная территория с их помощью станет еще более цветущей, а сами они почувствуют себя частью большого коллектива. Первоклассники высадили несколько саженцев деревьев. В будущем здесь вырастет целая школьная аллея. Ну, расскажи, хотел в школу пойти? Ну, да. А что больше всего ожидаешь от школы? Новое знакомство или все-таки знания? Все-таки новое знакомство. Сильно. Я хотел в школу пойти. А что больше всего хотите? Новых друзей или знаний? Знаний. Ну, знаний мы все хотим. Учиться мы все хотим. Мы мечтали об этом. Не, всегда. Более пяти с половиной тысяч детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, получили помощь от неравнодушных жителей края к новому учебному году. Как сообщили в Краевом департаменте труда и социального развития, средства направлены в социально-реабилитационные центры. Часть перечислили в семьи. В этом году в ходе благотворительной акции удалось собрать более пяти с половиной миллионов рублей. Основная часть средств – спонсорские взносы. Коллективы предприятий и организации, общественники – просто неравнодушные граждане – приобретают канцелярские товары, школьную спортивную одежду, обувь и передают это в дар детям. Несмотря на то, что новый учебный год уже наступил, в Приморском центре социального обслуживания продолжают принимать благотворительную помощь для семей, которые нуждаются в поддержке государства. Здесь у нас, значит, сверху жилеточки. Это жилеточки, юбочки. Вот здесь, далее. Главное в жизни будущего шкалера, конечно же, ранец. Именно с ним ребенку придется проводить большую часть своей школьной жизни. Он должен быть качественный, с ортопедической спинкой, широкими лямками, не менее трех сантиметров. Весить не больше 700 граммов. Достойный экземпляр обойдется около двух тысяч рублей. Но и служить будет не один год. Пенал для первоклассника важен в том плане, что он не должен быть шумным, но и достаточно вместительным. Это может быть пластмассовый пенал, может быть из сканевых, из картонных каких-то структур. Нежелательно брать металлический, потому что он достаточно шумный и издает звуки, которые мешают ребенку сосредоточиться. Что должно лежать в пенале? Это обыкновенная ученическая ручка. В ней не должно быть каких-либо украшений или игрушек, потому что большая масса ручек сейчас, такого плана ручка-игрушка. Важно, чтобы ручка писала чисто, чтобы была удобна для руки ученика. Две ручки, карандаш твердости ТМ, либо в виде конструктора, точилка, ластик, линейка до 15 сантиметров, закладки на липкой основе. Это все, что должно быть в пенале школьника. Пять тетрадей по 12 листов в клетку и пять в линейку будет достаточно. Обложка без рисунков плотная, больше не надо. Первоклассники в основном пишут в специальных рабочих тетрадях. Учебники выдает школа. На уроке труда и рисования стоит приобрести две большие папки на кнопках. Не надо гнаться за красивыми вещами. Они должны быть удобны, компактные. Они должны приносить ребенку пользу, а не развлекать его на уроках. Поэтому, ну и на цену обращать внимание нужно. Товар не должен быть сильно дорогой, должен быть эконом класса. Потому что ребенок маленький, товар быстро уходит. Однако, как говорится, не единой школой живут сегодняшние ученики. Во Владивостоке организовать досуг детей, помочь им узнать и проявить свои таланты помогут в городском центре детского творчества. Запись в различные кружки и студии уже открыта. Занятия в центре начнутся 15 сентября. Хоровая студия «Камертон», ансамбль танца «Улыбка и плесунья», клуб юных моряков «Меридиан», клуб «Юный патриот Родины», флотилия «Варяг», а также множество кружков и секций по декоративно-прикладному и техническому творчеству, туризм и краеведение, школа вожатых. В центре детского творчества ищут и находят свое призвание тысячи маленьких жителей Владивостока. В этом году центр детского творчества получил миллион рублей на развитие. Деньги выделяются из бюджета города по распоряжению главы Виталия Веркиенко. Среди критериев конкурсного отбора – создание условий для сохранения здоровья детей, обеспечение качественного образования, эффективное использование современных образовательных технологий, и создание условий для оказания бесплатных дополнительных услуг детям. Дворец детского творчества предложил проект под названием «Зажги свою звезду» и создание театрально-концертного комплекса. Для школьников города Владивостока все программы бесплатные. То есть дети с 1 по 11 класс посещают все наши кружки и секции бесплатно. Для дошкольников мы предлагаем платную услугу. Это у нас несколько программ. Основная из них, которая в общем большую часть дошкольников обхватывает, это «Ступенька в будущее». Это не программа по подготовке ребенка к школе. Это программа, которая позволит ребенку попробовать себя в различных видах деятельности. Записаться на любые занятия сегодня можно в главном корпусе центра. Руководители кружков ждут всех желающих. Ну а 8 канал желает всем владивостокским ребятам и их родителям интересного и успешного нового учебного года. Светлана Садовая, Дмитрий Беломеснов, Игорь Болтов, Алексей Заровный. Новости на восьмом. 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 Продолжение следует...